Уже установили причину его заклинивания. Здесь провернуло шатунные вкладыши, вот поддон. Вечером того же дня мотор заклинил. Причем, обратите внимание, все. Метод первый. Добрый день, дорогие друзья. Вы снова на канале ОМЗАП и с вами я, Роман. Очередной раз хотим вам рассказать очень интересную детективную историю. Автомобиль Hyundai ix35 2015 года выпуска с пробегом в 120 тысяч километров приехал к нам с заклинившим двигателем. Кратенько история этого автомобиля. Владелец купил его год назад с пробегом в 60 тысяч и накатал на нем всего 60 тысяч километров. За все время эксплуатации проблем автомобилем он никаких не доставлял, только радовал и менял он масло каждые там 5-7 тысяч километров. А что же послужило причиной заклинивания этого двигателя, давайте с вами сейчас и посмотрим. Владелец этого автомобиля любезно согласился дать нам интервью и рассказать пару слов о его автомобиле. Здравствуйте, представьтесь пожалуйста, расскажите что у вас произошло. Здравствуйте, меня зовут Евгений, значит автомобиль Hyundai ix35 2015 года выпуска, на сегодняшний день пробег 120 тысяч. В среднем в основном использовали автомобили в городском стиле, но также и на трассу уезжали, то есть смешанный. А за рулем была жена? За рулем в основном жена ездила, да. С месяц назад где-то произошла остановка резкая двигателя, ввиду масляного голодания. А вы откуда это узнали? Вы посмотрели где-то, да, уже это? Мы приехали на СТО, привезли машину на эвакуаторе и на СТО сняли поддон и собственно сняли оттуда вкладыши выпавшие уже, которые провернуло. Вот и диагностировали масляное голодание. Автомобиль к нам приехал на эвакуаторе из другого сервиса и заводить мы его не стали, по той простой причине, что в этом другом сервисе как раз уже установили причину его заклинивания. Здесь провернуло шатунные вкладыши. Вот поддон, а там внутри стружка. Единственное, что нам осталось, это разобрать двигатель и посмотреть, что у него внутри. Даже не заклинило, получается, а он как бы продолжал работать, но остановился во время движения. И характерные, были стуки, да, и характерный звук дизельного двигателя, то есть такой серьезный. А, понятно. Мы все после этого заглушили и больше не заводили. Все, да, машина стояла месяц чуть больше возле СТО. Я просто не вижу, там катализатор вроде целый, его не удаляли. Но снимем коллектор, когда разберем, посмотрим. Но это задняя часть, там особо ничего ты не увидишь. А с каким пробегом машину вы купили? Значит, машину я покупал в районе где-то 65 тысяч было на ней уже. Вот, один владелец был. Машина... 60 тысяч где-то проехали. Да, 60 тысяч где-то за год уже смогли накатать. А когда мы его разобрали, то глазам предстала печальная картина вот такого вот Сталинграда. Скорее всего, предыдущий владелец масло здесь либо вообще никогда не менял, либо поменял пару раз, либо использовал вообще какое-то непонятное масло. Вскрыли масляный насос. Посмотрели, передняя крышка точно также имеет огромные масляные отложения. Масляный насос также имеет следы износа. Вот они, царапины. И внутри зубья тоже имеют износ. Можно посмотреть. Вот здесь хорошо видно износ этих зубьев. Масляный насос к замене. Шатунный вкладыш. Вот один остался, остальные все высыпалось в поддон. Шатуны провернуло к замене. Повезло только в том плане, что коренные вкладыши остались целые, не провернутые. И блок удастся спасти. И коленчатый вал. Задиры на всех шатунных шейках. Вот здесь шейка имеет задиры. Ну и в поддоне видели, там стружки полно. Коренные вкладыши целые. Казалось бы, при такой черноте и таких отложениях лаковых в двигателе причина-то может быть очевидна. Но нас насторожило то, что вот при всем вот этом Сталинграде, который мы здесь наблюдаем, поршни у нас не имеют задиров. Причем, обратите внимание, все. Это вот первый целый. Но, естественно, кольца маслосъемные залегли. Но этого и не может быть из-за такого отложения. Тут второй цилиндр. Хорошие поршни, казалось бы, да? Ну вот здесь только чуть-чуть. Что-то есть несущественное. Пойдемте-ка посмотрим с вами блок, что с ним происходит. Масленных поршинок тут нету, не установлены. Блок после мойки, но насколько сильно он был загажен и закоксован, можно увидеть по оставшимся следам. Вот здесь сверху, вон, смотрите, какой толстый слой кокса этого. Вон он прям аж снимается. Но блок будет повторно мыться после того, как его загильзует. И сейчас хочу вам показать, как неравномерно изношены цилиндры. Вот здесь есть небольшие задиры, но однако же все цилиндры изношены неравномерно, прям пятнами. Вот пятно, вот пятно, вот пятно. Это на первом цилиндре. Ну и на всех остальных тоже самое. Второй, третий, четвертый цилиндр тоже самое все. Хорошо видно? Вот и давайте сейчас попробуем нутрометром промерить цилиндры, есть ли в них эллипсность или нету. Первый цилиндр. Индикатор на ноль. Да, ноль. Ноль. По нижней части. Верхняя часть. Ноль. Это нагруженная сторона у нас. Сотканный диаметр. Верхняя часть. Второй цилиндр. Ну, деление пополам, ну ноль почти, ноль. Так, нагруженная сторона внизу. Сотка. Нагруженная сторона. На диаметр. Вверх. Ноль. Ноль. Третий цилиндр. Ноль. Нагруженная сторона. Сотка. Вверх. Ноль. Эллипсности практически нету. То есть, цилиндры не потеряли свою форму. Почему этот блок? Мы рекомендуем к гильзовке. Хотя эллипсности у него практически отсутствуют. Потому что есть следы затертости. Хон местами стерт. Видите, опять вот эти блестящие. Если его не гильзовать, а оставить как есть, поставить только новые поршни, то проблема вся будет в том, что со временем этот хон сотрется до конца и будет зеркало. Что не есть хорошо. В этом хон наносится специально для того, чтобы оставлять там смазку. Если будет просто зеркало ровное, то могут появиться задиры опять из-за того, что там не будет смазки. Вот именно поэтому мы и этот блок и будем гильзовать. А если туда нанести хон, не растачивая блок, то мы опять же увеличим тепловой зазор между поршнем и стенкой цилиндра, что тоже не есть хорошо. Появится опять же стук из-за большого зазора. Поэтому данный блок надо гильзовать. И давайте разберем старые фазовращатели. Посмотрим, что там у них внутри находится. Я так подозреваю, что там будет очень большой износ. Но сначала мы их, конечно, помоем. Потому что такую сажу разбирать просто даже неприятно. Разобрали. Это у нас выпускной фазовращатель. Как и ожидалось. Здесь, естественно, износ из-за того, что стружка была в системе смазки и в поддоне. Вот и здесь продрало очень хорошо муфту. Имеется выработка изодиры. Вот они. Это все стружкой задрало. И здесь тоже попадало прям очень сильно. Здесь точно так же очень много отложений. Точно таких же, которые были на двигателе. Мы видели. Но и все равно видны царапины. Хоть и не глубокие, но вот здесь вот, где ходят лепестки, которые прижимают. Которые камеры разделяют. Так, и сейчас откроем. Впускной фазовращатель. Точно так же. Вон отложения видны. И частички пыли. От стружки. Ну, тут вообще страх Господний. Вон. Продрало. Здесь он неравномерный износ. И забито грязью. Он отложениями. Большими. Вот эти специальные карманы. Где она скапливается. Ну, а здесь фиксатор, кстати, не так сильно подношен, как на выпускном. Зато здесь больше стенки изношены. Вон прям ступенька видна. Нешенька. Вот почему их меняют. И смысл их разбирать, когда у тебя мотор со стружкой в масле. И так понятно, что им хана. Можно, конечно, не менять. Но если потом владелец вернется и скажет, что вы мне не поменяли-то. Будем иметь бледный вид. Так что под замену. Двигатель наш любимый G4NA собрали в выходные. И нам с вами осталось только озвучить перечень запасных частей новых, которые были на него установлены. И назвать общую их стоимость. Итак, поехали. Новым был установлен сюда коленчатый вал. Кольца поршневые. Комплект. Четыре шатуна. Полукольца коленвала. Комплект. Комплект поршней. Цепь. Успокоитель правый. Успокоитель левый. Натяжитель. Два фазовращателя. Комплект гидрокомпенсаторов. Фильтр масляный. Вот он. Можно увидеть. Новый. Фильтр воздушный. В машине лежит. Свеча зажигания. Комплект стоит уже на автомобиле. Масло моторное. Антифриз. Ремень приводной. Болт ГБЦ. Комплект. Герметик. Универсальный термостат. Новый был. Поставлен. Потому что старый. Остался. Сейчас покажем. Что там с ним произошло. Прокладка. Подголовка. Блок. Вообще. Комплект прокладок на двигатели. И сальников. Установлены также были. Масляные форсунки. На этот двигатель. Потому что владелец. Планирует и в дальнейшем. Использовать этот автомобиль. Долго и счастливо. Ну и естественно. Он решил поэтому поставить сюда. Масляные форсунки. И. Комплект. Вкладыши коренных. И шатунных. И. Гильза. Комплект. Четыре штуки. И общая стоимость запасных частей. И расходных материалов. На этот двигатель. Составила. 162 тысячи. 820 рублей. Я обещал вам показать. Мы заменили термостат. Таки смотрите. Ждем. Но он уже должен открыться. Он никак не хочет. В закрытом состоянии. В закрытом состоянии. На термостате написано температура его срабатывания. Здесь написано 88 градусов. Или 86. Не вижу точно. 88. Но в общем здесь написано температура срабатывания. Вот. Он у нас не сработал. Давайте убедимся, что температура кипения воды близка действительно к 100 градусам. И еще на противу хочу обратить внимание. Температура все-таки зависит от давления. Если сейчас давление пониженное. То 100 градусов мы не увидим. Ну и обычно она где-то 98 градусов. 92. 90 сейчас ровно. Ну вот. 98 градусов. Так что если у вас термостат с температурой срабатывания 103 градуса или 106. То таким образом вы его не проверите. Так можно проверять только термостаты, у которых температура срабатывания, как я уже говорил, ниже 90 градусов. Двигатель собран и установлен. Подведем краткий итог. По работам здесь вышло на 87 тысяч рублей. Сюда входит что? Снятие установка, разборка, дефектовка, сборка. Здесь была отремонтирована головка блока и отфрезерована поверхность головки. Также были установлены масляные форсунки. И владелец принял решение удалить катализатор. Поэтому здесь сейчас вварен пламя-гаситель и перепрошит блок управления двигателем. Соответственно, по работам, как я уже сказал, 87 тысяч рублей. Давайте сейчас заведем и послушаем, как он работает. Так, все погасло. Работает ровно. Да, спешу напомнить, что это не первый запуск. Работает ровно. Правда, мы не знаем, как он работал до этого. Но я думаю, гораздо хуже. Но мы с вами так и не ответили на самый главный вопрос. Что же явилось причиной заклинивания двигателя? Почему провернуло вкладыши? Мы выяснили причину. И ей оказался масляный фильтр. А именно, когда меняли масло, этот фильтр банально просто не дотянули. У вас один раз какая-то проблема была с масляным фильтром. Да. Перед тем, как отстучал двигатель, также во время езды жена диагностировала какой-то хлопок из-под днища двигателя. И на СТО также диагностировали взрыв, ну или не взрыв, я не знаю, неисправность масляного фильтра. В этот же день мы поменяли и масло, и фильтр. И вечером того же дня она заклинила. Но этот владелец с автомобилем все равно бы приехал в сервис. Потому что двигатель бы у него вышел из строя независимо от того, затянули ли ему фильтр и не затянули. А почему? Потому что, во-первых, очень большие масляные отложения в двигателе из-за несвоевременной замены масла либо из-за некачественного масла. Потом термостат заклинил, что приводит к повышению температуры и к перегреву этого двигателя. И, соответственно, на масляном насосе были уже начавшиеся следы повышенного износа. Поэтому независимо от качества выполненных работ по ТО этот двигатель все равно бы к нам приехал в ремонт. Поэтому следители за моторами вовремя проходите техническое обслуживание. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!